В пожеланиях администрации, все-таки, в летах того, что мы сегодня услышали, он подтверждается тем, что есть определенное напряжение в предпринимательской среде. Вот немножко отношения применяют. Ваша задача не искать какие-то нарушения, знаете, как специально искать. Если кто-то что-то специально ищет, то всегда не идет. Вот. Задача специально сохранить предпринимателей. Ну, при этом, безусловно, развивать городскую студию. Если вот, я прошу меня правильно понимать, это не значит, что не надо где-то менять локации. Но те локации, которые он предлагает, они должны быть достойны. Это не где-то за городом, на пустыре, и там делайте, что хотите. То есть это, опять же, компромисс, но нужно, чтобы предложения по компенсационным местам обязательно озвучивались, и вы все-таки имели право, то уже невозможно действительно сохранить это место. Вот прямо по техническим или объективным причинам. Значит, я вот еще на сегодняшней встрече, по-моему, не вижу городских депутатов. Здесь же есть городской совет? Есть. А есть депутаты? Нет, представители, да. Представители депутатов? Да. Депутаты. 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 Ну, сегодня просто сложилось так, что они все заняты. Ну, смотрите, лично я представляю по общегородскому округу. А вы кто? Я считаю, что депутаты городского совета должны быть в Киеве. И отстаивать в этом плане. Можно поправить? Вот депутаты по общегородскому округу, Куликов и Кузнецов, они как раз и вообще к ним обратились, и они все это, над этим начали работать. То есть они, как таковы, организаторы подобного рода встречи, вот этой второй встречи. Я сейчас. Да, вот непосредственно. Хорошо, депутаты все-таки должны явно участвовать в этой работе и стараться находить время в этой работе, участвовать лично. Это все-таки реванка по отношению к депутатам. Еще хочу сказать, что в Красноярске, у меня специально, пусть и небольшие, но деньги были выделены на компенсацию с переносом и сносом. Поэтому тоже посмотрите в городском бюджете. Такие расходы, в принципе, желательно иметь. У нас там был небольшие деньги, до 300 тысяч. Были компенсационные платежи предпринимателю на перенос объекта на компенсационное место. Сейчас я уже закончу, вы стоите рада. Я посмотрите, что я взял на слово, надо уже как-то до конца высказаться. Значит, хотел бы еще раз обратить внимание, что демонтаж только с предоставлением компенсационных мест, причем подростков. Здесь важно муниципалитету выдерживать, так сказать, не только букву закона, но и отношения к предпринимателю. Я не думаю, что здесь представлены все предприниматели. У меня есть такая все-таки надежда, что в целом в городе эти вопросы решаются. Потому что я уверен, что в городе намного больше предпринимателей. А здесь собрались не только инициативные группы, но и те предприниматели, которые тем не решили. Но, наверное, там есть еще все-таки тысячи предпринимателей, вопросы, которые были решены. Поэтому давайте все-таки по итогам сегодняшней встречи попросим. Видите, мы как органы правительства не можем напрямую влиять на муниципальный уровень, потому что это самостоятельная власть, но можно только рекомендовать. Поэтому вот то, что я озвучиваю, это как рекомендация, которую мы все-таки поставим на контроль. Я думаю, рекомендовать администрации по тем конкретным вопросам сделать временный список вопросов, которые не решены. И в дальнейшем, чтобы мы смогли через какое-то время проанализировать, как индивидуально по каждой фамилии Иванов и Петрова Сидоров были вопросы решены. Вот, да, чтобы все-таки в этом плане, но и Иванов и Петрова Сидоров тоже будут настроены на конструктивный диалог, потому что у нас были назначены вначале особенно такие вопросы, которые предприниматели на Перенцовах. На Перенцовах были повелены, но их не стало. Там Голодовку объявляли, там еще что-то пытались. Ну, товарищ, ну, там утверждена схема этого устройства. То есть, были предъявлены. Там инерсиада была. Ну, и тем не менее, ну, согласитесь, что центр стал такой, ну, как бы, более городской. Так, вот. Еще раз, здесь компромисс, потому что вот это вопрос тонкий. Надо все-таки вам относиться к ситуации и как горожане, и как предприниматели. То, что надо поддерживать предпринимателей, это безусловно. Но это не значит, что вот прямо... Не злоупотребляйте, да? Да, диктовать. Диктовать в этом плане эту позицию не надо занимать, она не конструктивна. Значит, предложения какие? Вот послушав протокол, как я на самом деле сказала, мои предложения, если сочтете, так сказать, уместно. Ну, прежде всего, администрации города, вот, буквально оперативно в этом году утвердить новую схему, свою нормативную базу по администрациональным торговым объектам. И там, чтобы сроки размещения были соответствующие. Вот это надо категорически исключать, потому что на договорах 3-6 месяцев никто не будет, это просто создание конфликтов. И понятно, вот, во-первых, администрации, у вас там много сотрудников. То есть, каждые 3 месяца заключать договоры, что надо столько людей отвлекать на это. Надо же и своих людей поберечь, и их время. И, наверное, есть чем заняться и другими вопросами, которые уже... А не только там договора там пересматривать. Поэтому, то, что будет нормативная база помощь на крыльевом уровне, это не значит, что надо вот ждать, когда вам придут прямо распоряжения, которые вы должны переписать. Возьмите нормативную базу Красноярска и внесите ее на Айшинскую территорию. Но эта работа должна быть, мне кажется, в этом году выполнена и закончена. И принята нормативная база вашим городским советам, которые вот, то есть, депутаты активную позицию занимают, но сегодня не смогли принять участие. Значит, я слышал, что есть утвержденный дизайн-код. Все-таки рекомендовать предпринимателям проводить обновление своих нестациональных торговых объектов в соответствии с утвержденным в городе дизайн-кодом. Здесь надо эти документы учитывать, потому что существующие объекты должны, ну, у нас они рассматриваются на архитектурной комиссии, то есть в архитектуре. С участием предпринимателем, с достижением договоренности, но в то же время с требованием администрации по определенному и внешнему, и внутреннему миру. Значит, ну, как предложение. Я бы предложил, что администрации Айшинска, по налогу из Красноярска, ввести мораторий на снос дистанциональных торговых объектов до конца 2022 года по тем территориям, где не утверждены схемы благоустройства. Ну, то есть в целом город до конца 2022 года, особенно с учетом того, что до конца 2022 года необходимо принять новую нормативную базу и уже предпринимателям системам дать возможность заключить долгосрочные договора, например, на семь лет, с требованием по дизайн-коду, и чтобы предприниматели один раз сделали благоустройство, а потом спокойно уже работали длительный период. Значит, по схемам, утвержденным благоустройства, здесь ну, они утверждены, давайте рассмотрим каждую схему с учетом вопросов по конфликтным ситуациям. Опять же, утвержденная схема благоустройства, это не значит, что надо всех, так сказать, подбульдозер, вот, надо в утвержденных схемах постараться сохранить предпринимателей, там, может быть, сдвинуть там на вторую линию, мы говорим, может быть, еще что-то. То есть, по утвержденным схемам благоустройства, те предприниматели, которые попадают в эти схемы благоустройства, в которых возникают эти проблемные вопросы, предлагают, опять же, рассмотреть индивидуально. Потому что, если все-таки это критично, и кто-то стоит на тротуаре, ну, значит, или сдвинуть, или компенсационное место, то есть, блок вопросов по предпринимателям, которые попадают в утвержденную схему благоустройства, рассмотреть этот перечень предпринимателей отдельно, какие меры поддержки им будут оказывать. Опять же, цель сохранить предпринимателей, сохранить бизнесмены, сохранить бизнес, который есть на территории и в этой сфере дальше готов конструктивно работать и сотрудничать с администрацией города в рамках правового упора и сотрудничества. Это только... Слово «сотрудничество» может даже не совсем уместно. Есть нормативная база в соответствии с утвержденной нормативной базой. Вот это самая лучшая форма сотрудничества. Ну и я бы предложил создать, если нет, вообще-таки, что было бы удивительно, рабочую группу, ну, например, на данный момент при исполняющем обязанности главы города, и исполняющем обязанности главы города Сергея Михайловича «Куда бы вошли представители и предприниматели, разумное количество, там должна быть конструктивная работа, с тем, чтобы отдельные вопросы стараться снимать в рамках такой ежедневной, может быть, еженедельной деятельности. То есть, какая-то согласительная рабочая группа, мне кажется, должна быть обязательно. Это вот вопрос. Такие рабочие группы, они на самом деле процентов 70 снимают вопросы. Потому что зачастую, ну, как вот, в рамках общего, знаете, митинга, непонятно, что решать. А когда вопрос делится, ну, нельзя съесть слона, да, сразу, да, то есть слона надо есть по частям. То есть, в этом плане, когда вопрос делится на каждый индивидуальный вопрос, тогда проще найти ответ и какое-то решать при таком позитивном отношении администрации, прежде всего, для того, чтобы было желание. Можно было желание в комиссию, да. Было желание решить вопрос в пользу предпринимателю, но с учетом интереса города. Я с вашего права не...